Субтитры сделал DimaTorzok Название к ней придумалось совместно с моими подписчиками То есть называется она «Фиолетовая патруль» Да, в поисках сокровищ на дне инди-игр Собственно, я что хотела сказать По сути своей, эта рубрика Вот так у меня в голове немножко уже сформировалась Что это и для чего, как объяснить все это Хотя в первом видео я говорила По сути своей, эта рубрика Я не могу, эта музыка зовут Ласт Она нужна мне для чего? Я хочу просто найти хорошие игры От маленьких разработчиков, от одного-двух человек Не важно Но я искренне верю, что обязательно Должны быть люди, которые способны составить Создать классную игру Не важно, что их так мало И для этого вовсе не надо быть авторами Аутласта Кстати, Аутласт получился так себе, если что Вот Собственно говоря, я никогда заранее не знаю Какую я игру буду проходить Я просто смотрю на скриншоты Сохраняю их все-все-все Не скриншоты, а вот эти ссылки на все эти игры В отдельную папочку И потом наугад просто тыкаю какую-то игру Скачиваю ее и вот прохожу для вас Так это все устроено Я не знаю вообще никогда, что мне попадется Хоррор или квест или что-то другое То есть это опять же Я говорю к тому, что в данной рубрике будут проходиться Не только хорроры, а совершенно разные игры Просто они будут маленькие Вот Собственно Ладно У нас Око-ласт Оно как бы Аутласт Только Око-ласт Вся игра идет, я не знаю, на испанском, наверное, языке Ну, во всяком случае Или португальский язык какой-то Во всяком случае Это что-то такое похожее Потому что я 4 года в своей жизни учила Пыталась учить испанский язык совершенно безуспешно В общем, посмотрим, о чем это Так, новая игра И все сломалось Ооо Джейсон, что-то там репортер Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Подожди, а подожди, а фонарь ты не умеешь включать, да? Батарейка, я вижу здесь, что она бесполезная совершенно, то есть она не работает. Так, что такое? Брака, Паула Гуина, О'Коната. Так. Нет, это бесполезно, хорошо, хорошо. Ну, ладно, это я, я поняла. Или не, я не знаю, почему-то я решила, что мы играем за этого чувака. А, эскейп надо нажать. Во, надо собирать записки. Я прошу прощения, что я, скорее всего, не пойму, что здесь надо делать. И, конечно, защитники Юнити наверняка мне... А что тихо-то стало так? Наверняка мне скажут, что я не прониклась духом игры, потому что не умею читать по-испански. Ну уж извините, народ. Так. Ну, в общем... А, ну, а вы говорите, Юнити, смотрите, здесь даже двери все открываются, и все, между прочим, делается совершенно просто. Не так, как это было в Утласте. Сходи, 50 рычагов дерни, пойди туда, пойди сюда, нажми то, нажми сё. Здесь все просто делать. Подходишь, нажимаешь кнопку. Прекрасно. Очень удобно. Пока что Юнити выигрывает. О, как... Кто был разработчик? Red Barrels, по-моему, да? Вот. Японский, ты бог! Ох! У меня аж слезы потекли. Что это такое было? Какой странный мужчина нам нарисован. Слушайте, я не понимаю. Так, а на что нажать? Вот это нажать можно? Что это будет? Вот, видимо, новая игра. Блин, боже мой. И только хотел сказать, интересно, что будет во втором Утласте. Я надеюсь, что вот этого не будет. Но это... А-а-а! Может быть, может быть, наоборот. Это, знаете кто? Это наш убийца, который нас пытается найти. Вот. И пытается, собственно говоря, что-то такое сделать. О, что написано-то? Что? А-а-а! А-а! Смотрите, это какое... Это... Нет, это какая-то галерея нашего дорогого разработчика. Я не верю, что... Это... Это... Это какие-то рандомные люди. Нет-нет-нет! Это он сам себя фотографировал на вебку. И потом решил, что это будет очень оригинально. Ему взять и вот так это самое... Выступить. Хорошо. Вот это можно открыть? Можно! Во! Сейчас придет за нами. Relaxar. Em que sentido. Э-э-э... Нет, я сомневаюсь, что это... Сомневаюсь, что это... Испанский язык, наверное, все-таки португальский. Хотя... Все эти испано... Что значит нельзя? А там дальше нет! Там дальше страшно... О! Во! Кто нас убил! Хорошо, вас понял! А! Так, ладно, здесь можно только новую игру начать. Слушайте, я не знаю. Я не знаю. Мы попробуем сейчас обследовать все... Все-все-все вот эти пространства. Так, попробуем. Интересно, вот я все время пытаюсь продолжить одну и ту же мысль и все время забываю. Потому что этот дяденька у меня просто убивает всем своим видом и поведением. Так, что я хотела сказать. Интересно, что будет во втором Аутласте. Я надеюсь, они уберут эту идиотскую манеру делать 50 рычагов, которые должны тебе открыть какую-то дверь. Я надеюсь, что этого больше не будет. Но он сейчас опять выйдет. Он же где-то здесь, я так понимаю. Мужчина-то... А что вот это? Мы... Мы не умеем прыгать. Мы не умеем бегать. Мы не умеем приседать. Да, собственно говоря, мы вообще ничего не умеем. Я не знаю, зачем это создано. Великолепная игра. 10 из 10... А, нет, ну смотрите, мы прошли дальше. Хорошо. Ладно. Давайте так. Давай. Я не знаю. Нет, нет, серьезно. Я не знаю. Я понимаю, что из меня критик никакой. Я по своей натуре не критик. Я не люблю говорить какие-то неприятные вещи людям. Я стараюсь им говорить, что ну ты же все равно старался. Ну ты же все равно, вот, обязательно у тебя получится в следующий раз там что-нибудь. Вот. Но я понимаю, что данную игру там тот же Вульфи, да, раскритикует... Блин, какие-то масла какое-то нарисовано. Вот. Лучше меня нельзя. Вот. А я ушел. А я ушел. Хе-хе. Ай. Окей, ладно, народ, последний раз. Я понимаю, что данную игру раскритикует там Вульф, да, да и многие другие, может быть, любители таких игр, да, подобных вещей. Лучше меня, конечно, скажут, что это такое. Они пошутят на этот счет, они скажут что-то клевое. Я не умею выдумывать какие-то веселые шутки. Я как им, что вижу-то, пою называется. Вот. Ладно, где мужчина? Подождем его здесь, потому что... А хотя, я не знаю, я не знаю, пойдем по вот этой стороне пройдемся. Он все равно выскочит, он выходит из ниоткуда и уходит в никуда. Совершенно. Ооо, мы дошли до конца. Оооо! Все понятно, мы не зря работали столько. Замечательно. А где этот-то? Сэр! Вот на этой ноте, видимо, придется закончить. Окей, народ. Мне пришлось все как-то немножко переделать, всю концовку этого видео, потому что вы видели, что там сначала на экране люди поют. Вот на деле там происходят потом какие-то непотребные вещи, которые, ну, немножко завуалированы, да, нам не показывают, но очень сильно намекают. Я решила, что, по-моему, это не самая лучшая идея показывать все это дело вам. И да, так что вот так вот видео обрывается у нас. Я не знаю, почему они сначала пели, это очень странно. Вообще все очень странно в этой игре. Что же, что я хочу сказать, это полнейшее недоумение. Я вообще не понимаю, в принципе, как можно это назвать игрой. И здесь ничего не работает, здесь все очень странно. Но это, я думаю, был бы, ну, как это сказать, достойный сторонник Гринлайта. То есть это вот то, что нравится Хэппи, мне кажется. Вот это вот хорошо бы зашло. В общем, это все очень странно. И да, конечно, я шутила про 10 из 10 по поводу этой игры. Нет, эта игра получает 10 из 10 в минус 10 степени на самом деле. Я даже не могу назвать этой игрой. Единственный ее плюс, так это то, что здесь, в принципе, в маленьком промежуточке рассказывается огромная история Outlast. Потому что, когда ты проходишь Outlast, тебе приходится там вот бегать, что-то это все искать и так далее. Вот, это занимает 50 часов твоего личного времени жизни. А здесь ты, знаешь как, вот хочешь посмотреть, что было на самом деле в Outlast. Возьми вот эту игру, пройди ее, и ты поймешь, что ты ничего не делаешь. Кроме того, что нажимаешь на кнопочки, идешь по коридору, тебя ловит какой-то озабоченный мужик. А потом происходит что-то ужасное во всех смыслах этого слова. Вот. Все, на этом игра заканчивается. Я так понимаю, пройти ее нереально, потому что здесь просто ходит этот рандомный чувак, огромных размеров, модель какая-то. Я даже, не знаю, ни разу не удалось голову как-то поднять, посмотреть, есть ли там конец какой-то. Или он там 3 метра в высоту. В общем, да, вот такая игра получилась. Надеюсь, эта рубрика вам понравится, надеюсь, она будет процветать. И да, играйте в хорошие игры. Вообще, удивительно, что ее не выпустили в Гринлайте, наверное, из-за саундтрека. За саундтрек могли забанить только, потому что его, это самое, украли. А так, нет, оригинальная история. Нет, ну на самом деле, серьезно, это позорище, я не знаю. Хотя там, по-моему, было много восторженных отзывов. Во всяком случае, 5 звезд там где-то везде стояло. Не знаю, к чему это может здесь скрыть какой-то португальский юмор. Ну что ж, на этом все. Вот такая игра получилась. О, колас. Выбирайте хорошие игры и не попадайтесь так же, как я. Я желаю вам оставаться умничками. Пусть у вас все будет хорошо. И пока-пока. Увидимся в следующем видео.